МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За семь дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 691 сообщение. Управление по делам ГО и ЧС отчиталось о происшествиях за прошедшую неделю. Поздравляю вас. Мы стали настоящим гражданином Российской Федерации. Успехов. Спасибо. Клянусь, иностранные граждане получили российский паспорт. Я вступаю в ряды юной армии пред лицом своих товарищей. Торжественно клянусь. Всегда быть верным Отечеству и юноармейскому брату. Юноармейцы Десногорска рассказали о своих буднях. Губернатор Алексей Островский посетил резиденцию посла Германии в Москве. Он встретился с представителями немецкого бизнеса и обсудил совместные инвестиционные проекты. Как отметил посол Германии Рюдигер фон Фрич, Смоленск находится на пути между Москвой и Берлином. И необходимо воспользоваться этим преимуществом. На встрече присутствовали более 20 компаний. Алексей Островский уверен, что приход немецких компаний в регион послужит укреплению областного бюджета через новые налоги. Это позволит выполнять больше социальных обязательств перед Смолянами. Работники лифтового хозяйства готовятся отметить свой профессиональный праздник. Именно от них зависит, чтобы наше пребывание между небом и землей было комфортным и безопасным. О мастерах своего дела смотрите далее в сюжете. Вызов из кабины. Слушаю. Я застрял в лифте кабину, где уходит первая зона. Сколько человек? Один. Хорошо, механик подойдет. Наверное, каждому доводилось оказаться в подобной ситуации. Двери лифта закрываются и не открываются. Но пребывание в плену ограничивается несколькими минутами. Диспетчер лифтового хозяйства оперативно реагирует на все вызовы. Все видим, как лифт работает, причины неисправности. Отправляем электромеханика на заявочки и заполняем журналы. Диспетчерская компания «Высота-сервис». Организация обслуживает все 235 лифтов города. Современное оборудование позволяет увидеть, где произошла неисправность. У нас современная связь. Это у нас компьютер. К нему подключена программа «ОП» новейшая. К нему идут дополнительные блоки. То есть, если свет или что-то с компьютером заглушилось, мы можем связываться с пассажирами и также смотреть лифты. В день поступает около 15 оповещений. Это как пассажиры, которые застряли в лифте, так и внезапная неисправность механизма. Зимой вызовы случаются чаще. Низкие температуры и влажность не лучшим образом сказываются на работе электрики. Механик Сергей Стефанов, коренной житель Десногорска и сотрудник обслуживающей компании. Сегодня Сергей в составе аварийной бригады. Помимо курсов повышения квалификации, имеет образование по программе электрификации и автоматизации. В лифтовом деле уже 9 лет. Включаем. Ждем. Пока заработает система. Все, включился. Блин, пока в нормальной работе. Пошел вниз. По вызову. Технический этаж жилого дома Десногорска. Техника новая отвечает всем современным требованиям. Со временем такое оборудование появится и в других многоэтажках города. При соблюдении техники эксплуатации механизм прослушат многие десятилетия. К двигателю у нас есть ребёдка, да? Да. Она прочная? Конечно, прочная. Выдерживает лифт, ну, пассажиры до 400 килограмм. Вот. Если даже заходит человек, там, 5 человек в лифт, ну, то есть превошли 400 килограмм, тогда лифт просто не закрывает дверь и срабатывает механизм перегруза. Лифт не идёт в работу. Техника сложная и требует особых знаний и практики. Допустим, я захотел пойти работать лифтёром. Что мне для этого требуется? Просто так, лифтёром, конечно, электромеханики, это у нас надо, во-первых, пройти обучение соответствующее. И практика, потом уже только ребята могут работать на лифтах. По планам Фонда капитального ремонта Смоленской области, в Десногорске ожидается дальнейшая замена лифтов. Новые модели светлее и просторнее своих предшественников. При этом надёжность и тех, и других не вызывает сомнений. Все технические работы проходят строго по регламенту. Ни один современный дом не обходится без лифта. И сегодня мы узнали, что это действительно безопасно. А ездить на нём или нет, каждый решает сам. В одной из деревень Смоленской области произошло радостное событие. Голубое топливо встретили 120 жителей деревни Тёмкино. Поздравить представителей деревни приехал лично губернатор Смоленской области Алексей Островский. Он отметил, что хоть и немного, но жизнь в деревнях улучшается. Ещё недавно, чтобы прогреть избу или подогреть воду, люди использовали дрова. Сейчас ситуация в Тёмкинском районе должна улучшиться. Семь домов из 62 запланированных уже подключено. 13 полностью готовы к подключению. В настоящее время район газифицирован на 25%. Следующий в очереди на подключение к природному газу поселения Васильевская и Бекрина. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю рассказал начальник управления по делам ГОИЧС по Десногорску Андрей Воронцов. На прошлой неделе спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГОИЧС привлекались для проведения работ на территории муниципального образования по оказанию помощи скорой 8 раз, по вскрытию дверей 2 раза и по поиску заблудившихся людей 1 раз. Так, 26 января на пункт управления единой дежурно-диспетчерской службы поступил звонок о заблудившемся человеке в районе участка железной дороги Кресты Хаят-САЭС. Для поиска человека были направлены спасатели поисково-спасательного отряда, которые обнаружили пострадавшего с признаками обморожения и передали его бригаде скорой помощи. За 7 дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 691 сообщение, из них 265 ложных. Поступило и отработано 13 просьб от населения. После непродолжительного потепления смоленские дороги буквально посыпались от тающего снега. Больше всего повреждений отмечено на Крестовоздвиженском мосту города. Каждый день на проблемном участке возникают заторы из автомобилей. Водители негодуют. Ехать со скоростью более 10 км в час нет возможности, так как возникает риск остаться без колес. В стекла машин летят камни, резина на колесах пробивается, а подвеску приходится менять, чаще обычного. В администрации Смоленска уже пообещали осуществить промежуточный ремонт асфальтобетонного покрытия и провести основательные работы с приходом весны. В Смоленской области прошла церемония вручения российских паспортов новоявленным гражданам России. Подробности далее. В Управлении по вопросам миграции Смоленской области прошла торжественная церемония вручения паспортов. 70 иностранных граждан призегнули верности своей новой родине. Выходцы из Армении, Украины, Таджикистана, Узбекистана поклялись соблюдать конституцию и законодательство Российской Федерации, уважать ее культуру и традиции. Среди присутствующих были и соотечественники, которые добровольно решили вернуться из-за рубежа. Прибыл в Россию, получил разрешение на временное проживание, затем получил свидетельство участника программы соотечественников, проживающих за рубежом. Следом получил гражданство Российской Федерации. И принял присягу. Новоявленные граждане искренне благодарили сотрудников полиции и выражали готовность вносить свой вклад на благо России. Обязанность принять присягу гражданина Российской Федерации возлагается на иностранных граждан и лист безгражданства с сентября 2017 года. Олег Солобьев, Светлана Разганова, Десна ТВ. Работать без зарплаты вынуждены некоторые смоляне. В настоящее время 561 человек остается без денег. Более 10 организаций различных форм собственности не выплатили им заработную плату. Суммарный же долг по заработной плате в 2019 году около 26 миллионов рублей. Отметим, что за 2018 год, по данным Госинспекции по труду, задолженность была погашена перед 3,5 тысячами работников. Им выплатили 53 миллиона рублей. В администрацию уже разработан план по ликвидации оставшейся задолженности перед смолянами в максимально кратчайшие сроки. Предприятие-должники взяты под контроль. Отряд юноармии появился в Десногорске в 2016 году. Юноармейцы регулярно собираются в штабе, который находится в школе номер 3. В это движение может вступить любой школьник от 10 до 15 лет. Чем живет военно-патриотическое братство, выяснила наша съемочная группа. Стремление к победам в учебе, спорте и ведению здорового образа жизни далеко не все навыки, которые приобретают юноармейцы. Мы узнаем очень много об истории, в истории нашего Отечества. Мы узнаем о войнах, мы узнаем, как вести тактику, тактику боя. Мы сражаемся, мы занимаемся физической подготовкой, мы стреляем практически каждую неделю. Как многие думают, юноармия – это только физическая подготовка. Но это не совсем так, потому что мы изучаем историю, и приходится очень много думать, рассчитывать и понимать некоторые вещи. Здесь у ребят формируется гражданская позиция. Они активно занимаются волонтерской деятельностью. Ведь именно поступками и делами определяется настоящий патриот. У нас проходит акция «Доброходы», а это уборка могил тех участников Великой Отечественной войны, у которых уже не осталось родственники. Юноармейское движение взращивает в каждом юноармейцы героя. В будущем они выбирают профессию военного. Ну, а защищать родину – это всегда было гордостью. Пополнить ряды юноармейцев – большая честь для юного гражданина своей страны. Велита Ефименко, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ. Вот уже 40 лет Десногорская пожарно-спасательная часть стоит на страже огня, спасая человеческие жизни. Подразделение было сформировано 2 февраля 1979 года. В нее вошли лучшие специалисты города. Сейчас здесь трудятся настоящие профессионалы своего дела. Сильные и смелые. Они готовы по звонку примчаться на помощь. Есть среди них и прекрасные девушки, такие же отважные и целеустремленные. Телекомпания Десна ТВ поздравляет всех работников пожарно-спасательной части номер 15 с праздником. На сегодня это все новости. Все самое важное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте disnadefistv.ru. С вами была Виолетта Ефименко. Хорошего вам настроения и положительных эмоций. Редактор субтитров А.Семкин